Одну за одной инспекторы ГИБДД останавливают машины, что приятно видеть многие автовладельцы, у которых есть дети, за безопасность не только на дорогах, но и в транспорте. В основном родители используют современные автокресла. Правда, не все еще знают, что с 12 июля будут изменения в правилах перевозки детей. С завтрашнего дня у нас дети до 7 лет должны будут перевозиться родителями только в детских креслах с жесткой фиксацией в автомобиле. Это такая система, как изофикс называется. На переднем пассажирском сидении, если ребенок находится даже в возрасте 11 лет, он также должен быть расположен в детском кресле с этой системой. У системы изофикс есть два так называемых кронштейна у основания детского удерживающего устройства. Их цепляют за скобы машины, которые находятся между спинкой и сидением кресла автомобиля. Такой способ скрепления уменьшает вероятность неправильной установки автокресла и повышает степень защиты ребенка, уверена Мадина Белякова. Недавно приобрела автомобиль, сразу приобрела автокресло. Кресло у нас в рейтинге автокресел заняло первое место в краш-тесте. Поэтому я всем рекомендую именно вот систему изофикс. А что касается детей старше 7 лет, то здесь все немного иначе. Их можно и лучше перевозить на задних сидениях в детских креслах с системой изофикс. Но можно перевозить и без этого устройства, пристегнув ребенка штатным ремнем безопасности или используя специальное автосидение-бустер. Потому что дорога это, как говорится, не игрушка. Поэтому у меня всегда дети, когда в машине, они пристегиваются. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции проверили более 30 автомобилей. И напомнили родителям еще раз о правилах перевозки детей. Ведь в летние каникулы взрослые значительно чаще вывозят своих чад на отдых на море или дачу. За полгода, с января по вчерашний день, у нас 5 пострадавших детишек. В первую очередь нашим водителям надо быть более внимательными на проезжей части. Более внимательными надо быть в местах, где находятся пешеходные переходы. Внимательными быть в местах, где находятся детские площадки, торговые комплексы, развлекательные. Еще несколько важных изменений в правилах дорожного движения коснулись горизонтальной дорожной разметки. Они вступят в силу также с 12 июля. Ирина Бокова, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.